Всем привет! С вами Aurum и прямо сейчас хочу вашему вниманию представить Brawl Talk на русском языке. Но перед началом просмотра обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и проверьте, введен ли код Aurum у вас в магазине. Все мутим по классической схеме. Сначала официальный перевод, а потом мои личные комментарии и реакция на все происходящее. Ну, например, на слив Brawl Talk'а и тому подобное. Добро пожаловать на Brawl Talk. Встречайте первое обновление года. Райан, что за цирк ты тут устроил? Рад, что ты спросил, Дэнни. В этом обновлении мы отправимся в космос. Надевай скафандр. Только не это. Отлично. Готов? Пять, четыре, три, два, один. Поехали! Добро пожаловать в пятый сезон Кошки в космосе. У нас будет первый боец-код по имени Кит. Кстати, дословно с украинского «Кит» — это действительно код. Ой, кажется, планы изменились. Вместо нового бойца Кита у нас будет генерал Гавс. Пятый сезон Космоопера Стар. Представляем пятый сезон Космоопера Стар. Генерал Гавс — главный на звездолете Стар. Он искусный стратег, романтический боец. А еще он... собака. Основная атака — два снаряда параллельной траектории, которые отскакивают от стен. Похоже на атаку Рика, но только по два снаряда за раз, что дает простор для экспериментов. Генерал Гавс — это боец поддержки. Его супер-авиапоставка, наносящая врагам урон при приземлении и оставляющая усилители. Броал Ток. А теперь о скинах Космоопера Стар. У нас будет D4R, RY1 — это зашифрованное имя — и Ронин Гавс. Также в этом обновлении будут скины к Лунному Новому Году. Все на космическую тему. Это Астра Бэк Бул, Навигатор Калет и Темный Лорд Спайк. Будьте на чеку, скины к Лунному Новому Году 2019 доступны в последний раз. Будет и новый скин на звездные очки Темный Корсар Карл. А в День Святого Валентина появится скин Стильный Лу. Смутный Лу. Броал Ток. Испытание чемпионатов возвращается. Первое испытание состоится в феврале. Если пройдете первый этап, можете и дальше участвовать в чемпионате. В игре. Еще у нас будет 8 новых гаджетов. Мы будем добавлять по 2 в неделю. А вы можете голосовать. В социальных сетях за те, которые хотите видеть первыми. И 6 анимированных значков. И значки к Лунному Новому Году. Это наше первое обновление 2021 года. Не забудьте подписаться на Аурум ТВ, чтобы не пропускать новости. И до встречи в марте. Или раньше. Или все же в марте. Броал Ток. Мистер Пи, Поко, Фрэнк, Джин, Нани, Тара, Тик. Еще у нас будет 8 новых гаджетов для Мистера Пи, Поко, Фрэнка, Нани, Тара, Тика. Ой, я забыл кого-то. Почти получилось. Ну что, поехали. Райан, ты ничего не забыл? Броал Ток. Ух ты, пацаны, генерал Гавс. Я вот от этого вообще просто не могу успокоиться. Как забайтили разрабы до Броал Тока и в итоге выпустили не кота, а собаку. Я от этого реально в шоке. Но не об этом. Давайте для начала обсудим тот факт, что слили Броал Ток. Для меня лично это реально очень, очень не круто. Это очень не круто, потому что как минимум мой текущий видос посмотрит зрителей намного меньше. И плюс в этом нет моей вины, что слился Броал Ток. Нет вашей вины. В этом вина каких-то корейских чуваков. Поэтому желаю им гореть в аду за то, что они слили Броал Ток и не дали нам всем хайпануть. С другой стороны, для вас это очень круто. Я вас понимаю. Те, кто уже увидели вчера, когда слили этот Броал Ток, могу вам сказать примерно следующее. Если вы видели Броал Ток еще вчера, то вы увидели Броал Ток раньше, чем я. Чем практически все официальные ютуберы. И это как-то даже, блин, странно. Впервые, наверное, за длительное время обычные зрители увидели раньше, чем официальные ютуберы. Это как-то прикольно, знаете. То есть, типа, вселенская справедливость, возможно. Ну, хотя, я в этом не виноват. Я же ничего не сливал. И это печально прискорбно и обидно, что я целые сутки не мог об этом говорить. Но это ладно. Это моя уже чисто моя личная боль. Но, ребятки, в целом, давайте обсудим этот Броал Ток. Основная тема, это, конечно же, генерал Гав. Которого мы никак не ожидали увидеть. Я офигел. Правда, я офигел с вот этого чела. Генерал Гав. Должен был быть кит, но стал генерал Гав. Наш новый хроматический персонаж, который уже довольно скоро появится в игре. Напишите в комментариях, как он вам. Потому что, ну, для меня это действительно что-то новенькое. Опять разрабы добавили две плюхи. То есть, видите, да, как он стреляет? Вот это меня больше всего... Вот этот момент меня больше всего удивил. То есть, он, получается, может... Какая-то траектория его просто офигеть какая кривая. Это очень странно. А его суператака, это просто жесть. Просто посмотри, что с суператакой. Он призывает подмогу с космоса. Ну, это что-то вроде как Эль Прима. Вот сейчас вы увидите, как это происходит. Очень похоже на анимацию Эль Прима. Вот смотри. Бах! И после этого еще и остается усилок, который он берет и становится, как в ШД, очень сильным. Вопрос остается открытый. Этот усилок работает только на него или же на тиммейтов тоже? Мне кажется, и на тиммейтов тоже. Но увидеть забафанного персонажа в 3х3, не от турельки, а просто съевшего таблеточку, это прям очень даже что-то новенькое. Прикольно, что Равс это очень старый концепт-арт. Мы его давным-давно видели. То есть, это персонаж, который был еще со времен... Блин, да я не знаю, где-то два года назад мы его уже видели. То есть, можно поискать на Реддите, и я точно его видел. Я даже вам когда-то его показывал. То есть, этот генерал Гавс, его нарисовали уже очень-очень давно. Он был наработкой времен Project Laser и появился в одноименной мини-игре 8-мбита. Помните? Ну, просто жесть. И у меня мурашки по коже, потому что это было настолько давно... Ну, он настолько давно был в концепт-артах, что просто жесть. Это еще там до того, как релизнули игру. Еще во времена бета-тестирования это все дело происходило. И вот сейчас он уже в игре. Вывода два. Либо у разработчиков кончается фантазия, либо, ну что, они взаимствуют настолько старые проекты. Либо же разработчики очень тщательно продумывают персонажей и прислушиваются к нашему с вами мнению. Дальше, скины. Дэрил, Ди, Фо, Эр, Эр, И, И, Ван. Это типа, типа как 3ПО, помните? Типа 3ПО со Звездных Войн. Реально вот такой очень классный скин. Очень мне хочется, я его заполучу. Дальше. Ронин Рафс. Это скин для нашего нового перса. Вот такой вот пёс. Ну, блин, я не знаю насчет пёселя. Это прямо очень странно. Действительно, очень странно. Кстати, интересный факт. По поводу Project Laser. Изначально же игра Brawl Stars должна была быть космической, а не вестерн. То есть в итоге она вышла как вестерн, но изначально должна была быть космической. И вот эта тема, реально эти псы космические, все там были. Ну, короче, мурашки по коже. Так, Space Oaks Bull. Тоже неожиданно. Я бы хотел такого космического була. И Навигатор Калет. А, типа Чувиха Навига... Ого, что это? Ууу, Dark Lord Spike. Это тоже очень, очень красивый. Вот мне, мне больше всего нравится Dark Lord Spike. Я прям, я когда переводил, я не сдержаться не мог, насколько он крутой. Посмотри, это Spike. Чувак, это Spike, лоу. Ну, просто посмотри, это же, ну, жесть. Капец, просто капец. Последний шанс замутить вот эти вот скинчики, которые вы видите на экране. Самый классный, я сейчас закрываю спиной. Это 8-бит. Мне кажется, это лучший скин на 8-бита. И один из лучших вообще скинов в игре. Потому что он реально очень красивый. Ну, по поводу Тары, да. Тару я тоже как бы, ну, не знаю. В общем, все остальные скины на любителя. Но 8-бит, пацаны, купить надо обязательно. Потому что, как говорят разработчики, типа, якобы, они больше не будут их продавать. Но я бы не был так уверен. Потому что в прошлом году, или в позапрошлом, когда продавали эти скины, разработчики точно так же говорили, что это уникальные скины. Сугубо под лунный новый год. Но в итоге, видите, опять их продают. Так что, возможно, они в будущем еще передумают. И еще последний раз будут продавать. Но на всякий случай, кому тоже так же нравится вирус 8-бит, возьмите. Дальше. Дарк Тайт Карл. Ну, я не знаю. Ну, просто, ну, это новый скин за очки. Но я не могу сказать, что он суперкрутой. Смус Лу тоже такой прикольный скинчик. Но, опять же, ничего особенного. Возвращается, как вы уже догадались, турнирчик. Мы все обязательно это будем фигачить. По поводу 8-8 новых гаджетов. Разрабам реально понравилась тема, когда мы с вами голосуем за новые гаджеты. И сейчас будет 8, опять же, новых гаджетов. Гаджеты у Фрэнка, Джина, Поко, Нани, Пи, Тары, Розы и Тика. Так, ну и, собственно, на лунный Новый год. То есть, китайский Новый год. Еще у нас появятся вот такие вот смайлики. Ребятки, я считаю, что это вообще, скорее всего, самое маленькое обновление, которое мы с вами видели. Но, в целом, это лучше, чем ничего. Я не думал, что оно будет так рано. Ну, в начале января, я имею в виду. Я думал, что оно будет все-таки немного позже. Но, в любом случае, это значит, что разрабы готовят нам на следующую обнову уже что-то большое, раз выкатывают настолько маленькое обновление. Плюс, мы здесь увидели только того самого хроматического персонажа, который и так обязан был появиться. Но какой же будет следующий персонаж, и что же оно будет, увидим уже в следующем Броултоке. А вот следующий Броулток разрабы обещают в марте. Ребятки, ждем очень сильно этого обновления. Подписываемся на канал, прожимаем лайк, вводим обязательно код Аурума. И за этот промежуток времени, да, то есть сейчас и январь, а следующий Броулток аж в марте, я уверен, что они постараются и выкатят что-то прям бах! Всех обнял. С вами был Аурум. Ушел пушить свои 40 тысяч кубасов. Но приятный перерывчик на Броулток. Согласитесь. Пока, ребята.